Долгострой, дороги, кадры, эффективное расходование бюджетных средств и исполнение своих обязательств. Круг проблемных вопросов не меняется. Как сдвинуться с мертвой точки и начать работать, обсудили на еженедельной губернаторской планерке. Уже сегодня в столицу округа начали прибывать гости. Представители мировой научной общественности, губернаторы арктических регионов, журналисты и не только. Всего ожидается прибытие более 200 гостей. Международный арктический форум стартует на Ринмаре. В Нинецкий округ прибыли участники арктического форума. Напомню, он начнется уже завтра и продлится до 7 августа. В столице региона собрались представители Совета безопасности России, иностранные послы, журналисты, губернаторы северных субъектов. Всего около 200 человек. Один из первых в Наринмар прилетел губернатор Ямал-Нинецкого округа Дмитрий Кобылкин. Игорь Кошин в аэропорту его встретил лично. Затем совместно они дождались следующего борта, на котором прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и все остальные гости. Завтра участников арктического совета ждет насыщенная программа. Некоторые гости отправятся на Варанде и платформу Приразломная. Там их ознакомят с работой нефтяных объектов и проведут показательные учения. Тем временем другие участники форума будут работать в Наринмаре. Для них организуют поездку по городу, чтобы познакомить с достопримечательностями Заполярной столицы. А уже 7 августа откроется международная конференция на тему актуальной проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике. На ней рассмотрят сразу несколько важных вопросов для региона и страны в целом. К другим темам. В наш регион продолжают прибывать граждане Украины, покинувшие неспокойные районы страны. 20 из них уже обратились за медицинским обследованием. Четверым были сделаны прививки от кори, дифтерии, столбняка и полиэмилита. С чем связана необходимость вакцинации, расскажет начальник управления здравоохранения Ненецкого округа Андрей Апицын. Связано прежде всего с тем, что в последние годы на территории Украины была неблагополучная ситуация по коре, эпидемическая ситуация по коре. Были перебои с поставками вакцин для иммунизации населения. Также Андрей Апицын пояснил, у наших стран не совпадают прививочные календари. И на Украине нет практики прививать взрослых против кори, гепатита B и краснухи. Напомним, за медицинским обследованием уже обратились 20 граждан Украины, в том числе 8 детей. Медики отмечают, процедура вакцинации хоть и носит добровольный характер, но пройти ее следует всем гражданам для предотвращения вспышек инфекции. В продолжении темы. Региональное отделение «Красный крест» открыл пункт сбора и распределения гуманитарной помощи. Принимаются любые вещи, которые помогут организовать быт жителям Украины, прибывшим на территорию округа. Принести можно одежду, обувь, бытовую технику, посуду, постельное белье, игрушки для детей и даже мебель. Острую необходимость граждане Украины испытывают в теплой одежде и обуви, так как наступление зимы не за горами. Прием проводится по адресу улица Рабочая, 17А, с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. Телефон для справок 4-21-80. Также российский «Красный крест» организовал акцию по сбору средств для жителей Украины, прибывших на территорию округа. Банковские реквизиты для перевода денежных средств вы увидите на экране. Назначение платежа – добровольное пожертвование для жителей Украины, прибывших на территорию НАУ. Традиционным проблемам нетрадиционные решения. На еженедельной планерке при губернаторе круг проблемных вопросов не меняется от встречи к встрече. Долгострой, дорожный ремонт, медицинские кадры. Как сдвинуться с мертвой точки и начать работать – об этом в нашем сюжете. Уже третий месяц дороги города находятся в состоянии ремонта. Однако в некоторых районах это совсем незаметно. До Римстрой ответственный за главные транспортные артерии, дорогу на Искатели, Красная и аэропорт разводят руками. Мол, не прибыли рабочие, не подвезли материал, да и погода была не та. Но основным остаётся всё же вопрос кадров. Игорь Кошин предложил не возить рабочих из других регионов, а переобучать местных на базе Управления труда и социальной защиты. Соберите со всех, кому кто необходим, включайтесь, предлагайте людям проходить переобучение. Бороться со стройподрядчиками, не выполняющими свою работу, тоже можно. Например, рассказать о них в средствах массовой информации. Также жители округа вскоре смогут следить за расходованием бюджетных средств. Управление финансов обязало все учреждения размещать информацию о расходах на своих сайтах с пометкой «Бюджет для граждан». Из новых тем – подготовка к Арктическому форуму. Уже сегодня в столицу округа прибывают журналисты, чтобы осветить международную встречу стран Арктического совета. Гостей планируется провести по основным социальным объектам. По городу Наринмар к фиксированной связи нареканий нет, к мобильной связи проблема остается. На период сейчас проведения мероприятия компания МТС принят ряд технических мер, которые должны на вот эти три дня повысить в качестве связи. Однако было бы неплохо, чтобы стабильной мобильной связью население округа было обеспечено не только на время форума, но и после него. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Сейчас прервемся, и вот что вы увидите далее. Целесообразность строительства важных для региона объектов будут выносить на общественное слушание. Такое положение разработало Управление государственного заказа. Будет ли оно иметь реальную силу, узнавала Валентина Чибичек. Поучаствовать в реализации планов по благоустройству территории церкви может каждый. К примеру, фасад храма уже облагорожен неравнодушными жителями. О маленьких героях расскажем очень скоро. ЛМ-Тур. Только проверенные туроператоры. Только надежные предложения. Многообразие различных туров и круизов. Доступные цены. Продажа авиабилетов за границу с оформлением шенгенских виз. Консультирование по оформлению заграничных паспортов. Связь с клиентами по телефону и по электронной почте. Для постоянных клиентов действуют скидки. ЛМ-Тур. Мы находимся в здании магазина «Универсал». Телефон 4-3167. ЛМ-Тур. Это большой ассортимент. Честная цена и надежное партнерство. Хоть весь город обойдешь, лучше мяса не найдешь. В ООО «Мясопродукты» заходи и ты поймешь. Служит наша колбаса украшением стола. И тушенка хороша для картошки и борща. Дома, в школе, на работе, на природе, в огороде и в компании друзей. Вместе с нами веселей. Всегда свежая и вкусная продукция. ООО «Мясопродукты». Мы продолжаем выпуск. Необходимости и порядок проведения общественных слушаний обсудили на заседании администрации. С одной стороны, мнение граждан, например, в вопросах строительства важных объектов, необходимо. С другой, чтобы общественный контроль работал, нужно правильно разработать его порядок. С подробностями Валентина Чибичек. Управление государственного заказа разработало положение, согласно которому в округе будут проводиться общественные слушания. На федеральном уровне граждане могут высказать свою позицию по проекту, если его стоимость выше 1 миллиарда рублей. Госзаказ предлагает снизить ценовую планку от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей. Предусматривается, что общественные слушания будут проводиться в форме публичных очных слушаний, в которых смогут принимать участие любые заинтересованные физические и юридические лица, которые вправе будут задавать вопросы, относящиеся к закупке, представлять свои замечания и предложения, на которые мы обязаны будем ответить. Однако общественные слушания будут иметь реальную силу, если будут проводиться до проведения торгов, а не после. Иначе какой смысл принимать предложения и замечания от населения, когда торги уже состоялись и деньги заложены в бюджете? Именно такой порядок разработан в проекте «Положение» на сегодняшний день. Наша задача – пройти первое слушание в собрании депутатов, убедить депутатов наших о том, что нам это необходимо, а дальше нам необходимо убедить в этом наше население. Если население говорит, да, этот объект нужен, проходит общественное слушание, тогда мы будем объявлять торги и будем производить все эти процедуры. Еще один вопрос вызвал активное обсуждение – государственная поддержка по переселению граждан в благоприятные районы. Программа не предусматривает переселение граждан в Архангельск, поскольку он приравнен к району Крайнего Севера. Граждане, которые планируют въезжать в благоприятные районы, кроме районов Крайнего Севера, они не могут приобретать квартиры и в районах, приравненных Крайнего Севера. Сегодня в очереди по переселению стоят около 200 человек, и окончательные изменения в программу будут внесены с учетом пожеланий и предложений всех переселенцев. Жители села Коткино не остались в стороне от празднования Дня Оленя. В Доме культуры глава администрации Олег Поздеев поздравил потомственных оленеводов и чумработниц, которые долгие годы трудились на оленеводческом опытном хозяйстве. В дружественной обстановке в честь гостей был организован концерт, развлекательные игры и программы. Подробности по телефону нам рассказал глава муниципалитета. День Оленя у нас обычно проводится очень скромно. У нас оленеводов не так много, пожилых людей не много. Их всего-то 10, так вот 8 человек приходило. Очень хорошо отметили данный праздник, пообщались, повспоминали. Они рассказывали о своей тундровой жизни. Проблема одна была озвучена женщинами, что пора строить на маршрутах легкие небольшие стационарные домики для оленеводов. Что-то придумать и заменить эти булки, с которыми они перемещаются по тундре. На Ридмарске Богоевленский собор приобретают новые цвета, причем в буквальном смысле слова. На фасад храма впервые с момента его создания наносят краску. Это необходимо, как говорят представители церкви, чтобы внешний вид здания улучшить и чтобы бетонная кладка не разрушалась. Покраской фасады занимаются подростки. Новый цвет храму они сумели придать всего за несколько дней. Правда, покрасить еще предстоит другую сторону собора. Кстати, юные маляры работают по собственному желанию и денег за свой труд не требуют. Главное – благодарность, она дороже любых денег, говорят ребята. Подходит каждый раз люди и благодаря тому, что красим церковь, хорошее дело делаем. Родители не против, они просто говорят, что хорошо, что делаем хоть что-то, кроме других дел, например, компьютера. Это же все-таки не для меня, а для всего города еще. Чтобы сами глаза свои радовались так же. Школьников отблагодарил личный епископ Наринмарский и Мизенский Иаков. Покраской фасадов фронт Рабонт не закончится. До конца лета на территории храма предстоит посадить несколько деревьев, а также возвести церковную лавку, где будут выставлены различные книги. Кстати, поучаствовать в реализации планов по благоустройству территории собора могут все неравнодушные жители. И снова к теме ремонта. От косметического до капитального. В образовательных учреждениях округа идет активная подготовка к новому учебному году. А несколько объектов дополнительного образования уже могут похвастаться полной готовностью. Большие работы проводятся в первой школе. Ремонт системы освещения и полная замена электропроводки повлекла за собой капитальный ремонт стены потолков. Также в актовом зале меняют полы и устанавливают новую сцену. На это был выделен 21 миллион рублей. В третьей школе подходит к концу ремонт кровли. Сегодня он выполнен на 70%. Также преобразилось крыльцо учебного заведения. Готовые объекты дополнительного образования. Их уже приняли все комиссии. Это школа искусств, дом детского творчества, межшкольный учебный комбинат и старт. В остальных учебных заведениях округа проходят небольшие ремонтные работы за счет собственных средств. Это деньги, которые были в образовательных учреждениях на содержание, их выделены. Деньги, которые идут еще и от родительской платы, там часть денег. То есть покрасить, побелить, перевести в соответствие, установить еще одну какую-то камеру видеонаблюдения, например, или перенести та, которая имеется в нужное место. То есть вот такие работы. Снова прервемся и вот что вы увидите далее. Разойтись по обоюдному согласию не дала сломанная ключица. В ДТП с участием велосипедиста не хватает второго виновника. Внимание, полиция разыскивает водителя автомобиля. База «Строитель» реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент, фасовки по одной тонне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте. Утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэморсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард. Улица 60 лет октября. Дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская. Дом 2. Вход с торца. Второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок. 8 911 654 1315 и 8 911 556 0425. Морские перевозки из Архавельского на Ренмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полар Транс. Мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru Мы продолжаем выпуск. На перекрестке улиц Рабочие 60 лет октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Ситуацию удалось разрешить без сотрудников патрульной службы. Позже последствия дали о себе знать. Полиция разыскивает водителя автомобиля. 1 августа около 18 часов 15 минут велосипедист, переезжая через улицу Рабочая в сторону поселка Искателей, врезался в автомобиль. Оба участника происшествия решили разойтись по обоюдному согласию. Но позже велосипедиста заболела руками. Он обратился в больницу, где выяснилось, что у него перелом ключицы. В дежурную часть УМВД России по НАУ поступило сообщение из приемного покоя окружной больницы города Наринмара о том, что к ним поступил молодой человек с переломом ключицы. На место выехали сотрудники полиции и выяснили, что данный молодой человек был участником ДТП. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев и водителя автомобиля. Примерно это ВАЗ-2112 серебристого цвета. Все, кто стал очевидцем данного происшествия, просьба сообщить дежурную часть УМВД России по НАУ по телефону 4-21-26 или 02. Сотрудники ГИБДД также просят водителей соблюдать правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций и обращают внимание автомобилистов. На центральных улицах изменилась организация дорожного движения. Кто-то нововведениями недоволен, а кто-то считает их полезными. Инспектор ГИБДД Сергей Баранович провел для нас экскурсию и подробно рассказал, в чем суть изменений. Особое внимание приковано к изменениям в организации дорожного движения на пересечении улиц Ненецкой и Пырерки. Движение на этом участке дороги стало односторонним. Такое решение было принято с целью разгрузить автомобильный поток. В часы пик, ранним утром и вечером здесь наблюдается большой наплыв автотранспорта. Жители города спешат в поликлинику, детский сад или на прием в федеральную миграционную службу. Постоянно создаются пробки и аварийные ситуации. Также, исходя с анализа по состоянию мелких дорожно-транспортных происшествий, это обычно при движении задним ходом, соблюдение бокового интервала, мелкие дорожно-транспортные происшествия, которые, так сказать, останавливали полностью движение. Теперь заезд на улицу Ненецкую возможен только со стороны улицы Ваучейского. А вот движение с Первомайской запрещено. Аналогично по улице Пырерки движение в одностороннем порядке осуществляется со стороны улицы Тыковылки. Соответственно, со стороны Полярной, в сторону поликлиники движение также запрещено. Сотрудники госавтоинспекции уверяют – дорожная ситуация улучшилась. Граждане, приезжающие в расположенные рядом учреждения, паркуют свои автомобили вдоль проезжей части и не создают друг другу неудобств. В то же время многие автолюбители нашего города изменением недовольны. Говорят, неудобно и объезжать очень долго. Владимир Малыгин занимается перевозкой граждан-инвалидов из дома в больницу. Он, напротив, считает, что изменения к лучшему. Сейчас поставили эти знаки, что здесь именно для машины, для инвалидной подъезжают. А то с той стороны перекроют движение, здесь машины заставят. И фактически подъезжаешь с инвалидом, особенно с колясочником, встать некуда. Он был там, стоял в том кармане, в дальнем, а там вообще сюда было не проехать. Здесь потому что полностью перекрывали от магазина и сюда было не заехать. Но сейчас вот знак поменяли, здесь удобнее стало вставать в машине. Можно человека-инвалида подвезти. Однако нарушители, проезжающие на знак запрета, все же есть. Инспекторы ДПС периодически патрулируют этот участок и составляют административные протоколы. В Кодексе на административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде административного штрафа 5000 или лишение английских удостоверений от 4 до 6 месяцев. Но это по решению мирового суда. Еще одна важная новость – установка пешеходных переходов. Новые зебры появятся в местах, где они раньше отсутствовали. Например, в ближайшее время на перекрестке улиц Ленина и 60 лет СССР. Обычно здесь очень много пешеходов. Оживленный довольно перекресток. И в связи с этим было решено для безопасности граждан установить пешеходный переход дополнительный. Сами дорожные знаки тоже претерпевают изменения. Знаки пешеходного перехода нового образца стали ярче и заметнее. В планах дорожников обновить все знаки до конца года. Сотрудники госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения обращать внимание на изменения и быть крайне внимательными на дорогах. Надежда Литкова, Сергей Качиков, Телеканал Север.